Уважаемые жители города Днепропетровска и Днепропетровской области, в связи с тем, что в нашей стране происходят реальные боевые действия на территории смежных с нашими областями, Донецкой и Луганской, руководством страны, а также министром внутренних дел принято решение о формировании на базе нашего УВД Днепропетровской области специальных батальонов милиции особого назначения. Для чего они формируются? Для защиты граждан от сепаратистских настроений, для охраны общественного порядка, а также для защиты от других преступных посягательств, от всех видов посягательств, которые могут в нынешнее неспокойное время быть в отношении как жителей нашего города, как жителей нашей области, так и всех жителей нашей страны. В этой связи на базе нашей области созданы подобные подразделения, в них уже работают люди, несут службы по тем задачам, которые я только что озвучил. Какие же требования предъявляются к людям, которые хотят стать на защиту своей Родины и стать защитниками нашего государства? Требования простые. Прежде всего, желание служить и защищать, быть патриотом своей страны, быть физически здоровым. Возраст должен быть не менее 18 лет, максимум 45, но еще 50 мы будем рассматривать в исключительных случаях. необходимо при себе иметь необходимый короткий перечень документов, таких как паспорт гражданина Украины, военный билет. Необходимо будет пройти очень сокращенную нашу военно-врачебную комиссию, предоставить копию идентификационного кода. После того, как документы будут нашими сотрудниками обработаны, человек проходит в течение одного дня медицинскую комиссию, о которой я уже сказал, в нашей больнице УВД. Он будет принят на службу в ближайшие 2-3 дня после начала оформления. После этого сотрудник проходит укороченные курсы первоначальной подготовки на базе нашего Университета внутренних дел в течение 4-5 дней. Он получает необходимые знания, навыки, как теоретические, так и практические. И он становится полноценным сотрудником милиции, включенным в штат данных специальных батальонов. Заработная плата, всем без исключения, минимальная заработная плата, всем без исключения, от 4 тысяч гривен. Дальше все будет зависеть от того, какой уровень сложности задач этими лицами будет выполняться, насколько часто они будут задействованы по охране общественного порядка. Дальше зарплата может расти также от должности, которой сотрудник будет занимать в служебном лестнице данную должность. Продолжение следует...